Урок 3. Как безопасно экономить на играх. Заплати за саму игру, купи дополнение, чтобы открыть новые локации, сюжетные ветки и механики. А если захотел поиграть не на компьютере, а на консоли, то заплати еще раз. Да, набегает кругленькая сумма. Ну, разумеется, вы хотите ее уменьшить. Однако экономить надо с умом. Если при словах «сэкономить на играх» вам в голову пришли пираты и кряки, да, мы вынуждены вас расстроить. Пираты редко занимаются благотворительностью, а многие из них, так сказать, подрабатывают распространением зловредов. Да, да, есть условно хорошие пираты, но в то же самое время безусловно плохие делают все возможное, чтобы заманить вас к себе. Например, жалуются на хороших пиратов администрации поисковых систем, чтобы те убрали их сайты из выдачи в браузерах и оставляют десятки хвалебных отзывов себе любимым на собственных страницах, чтобы привлечь пользователей. Иными словами, шанс наткнуться на плохого пирата и заполучить зловреда вместе с игрой или кряком, или даже вместо них, слишком велик. В результате вы можете остаться без файлов или без денег. А, да, кстати, подробнее о зловредах можно узнать из нашего курса по основам безопасности. Ну и в целом, с пиратками та же самая проблема, что и совсем незаконным. Никакой гарантии качества. Да и вообще гарантий чего-либо у вас не будет. Да и к тому же сами издатели умеют портить игру тем, кто за неё не заплатил. Встраивают защиту от пиратства, которое может добавить спиратившим пользователям ошибок, текстуры там подразмыть, ну или ещё что-нибудь в таком духе. В общем, если хотите нормально поиграть, то с пиратками лучше не связываться. Что же делать, если пиратки не вариант? Дожидаться скидок в официальных магазинах. А они, кстати, могут достигать 90%. Что, неплохая экономия. И более того, некоторые платформы, например, PlayStation и Xbox, предлагают специальные подписки, по которым можно получать несколько игр каждый месяц. Не, ну да, эти подписки чего-то-то стоят. Но в итоге-то окупаются. А вон магазин Epic Games Store, да тут вообще регулярно раздаёт какие-нибудь игры. Бесплатно. Ага, в том числе и хиты. Только вот, правда, невероятными скидками в магазинах игр в своих сообщениях часто пользуются как приманкой спамеры и фишеры. Тут расчёт на то, что вы знаете о распродажах, и письмо от лица крупного сервиса с информацией о скидках не вызовет у вас подозрений. Но если не обратить внимание, что письмо фальшивое, и перейти по ссылке, то вместо выгодной покупки можно лишиться денег или аккаунта. Па-бам-парам-пам! Так что будьте осторожны и лучше вручную вводите адрес магазина в браузере или открывайте приложение. Если скидки не фикция, информация о них наверняка будет на главной странице. Итак, чтобы безопасно экономить на играх, не скачивайте пиратки и кряки. Дожидайте скидок в официальных магазинах и покупайте игры только там. Не переходите по ссылкам из писем. Вручную вбивайте адрес магазина в браузере и ищите информацию о распродаже на главной странице или пользуйтесь приложением. Не верьте слишком выгодным предложениям. За ними часто стоят фишеры. В следующих уроках расскажем все про угон игровых аккаунтов и о том, как их защитить от посягательств мошенников.